Всем кишмише, вы находитесь на канале Ховниша. Мы все знаем, что Фанаворлд это детская игра, ведь так? Однозначно это не хоррор, как остальные части, но совсем как и крепоты осталось. Сегодня мы поговорим о чем Фанаворлд, которые могут спугать человека, думающие, что это про детская игра. Набираем 45 лайков и я делаю следующие видео. Начинаем! Осимбист на Фрэбер. Думаю, у него самая банальная вещь. Представьте, вы захотели проиграть в Фанаворлд, но, к примеру, вот спозвала мама, и ваш персонаж остался один на один Фрэбер. Вы возвращаетесь и видите, как экран стал черным, и Фрэбер стал очень криповым. Надеюсь, это не одно меня пугало. Глючные миры. Сначала, а именно с первого уровня, вряд ли они будут кого-то пугать. Но вот после второго, эта криповая одновременно спокойная музыка, эти темные серые цвета. А я еще не сказал про четвертый мир, где даже нет музыки, и из-за того, что ее нет, становится не по себе. Где все такое красно. Еще один глюкнутый мир, а именно локация Двре. Не знаю, кому как, но меня пугала тут только музыка. Я не знаю, почему, но мне здесь стала очень пугала ревернутая музыка. Да и сейчас тоже пугает. Просто я, наверное, такой странный. Ну, так вот. Тут еще нападают очень странные враги, которые в негативе. Фокси Эгзе. Есть такая мини-игра, как Фокси Эгзе. И тут, наверное, пугает не сам Фокси, а не пугает. То есть зол, что тут котики ходят. А звук, когда ты умираешь. О нем я вообще узнал недавно. Точнее, от моего друга Ривша. Да, это тот самый чувак, который всегда кидает криповые картинки, когда я стримлю. И для своей игры он сделал пасхалку с Фокси, с этим криповым звуком. Можете даже послушать. Имя совы. Вы скажете, ну что здесь такого? А дело в том, что ее зовут тут не сова, как мы ее называем, а security, которая переводится как охранник. И пугает, разумеется, не это слово, а то, что если задуматься, то можно понять, что сова, которая босса игры, это охранник. То есть, когда мы побеждаем ее, мы убиваем охранника. Если вы знаете, что в нему тронет души детей, хотя, как это можно не знать, можно сделать кучу теорий. Что здесь с того? Если в первый локацию зайти в один из домиков, там будет лежать труп человека. И плюс, все станет пиксельным. И пугает то, что все это время в этом ярком мире лежал этот труп. И затем будет слышен голос Бэйби. Конец вселенной. Еще одна из концовок. Чтобы получить ее, надо получить свою команду Фрэйбера и подойти к другому Фрэйберу. Музыка притеснет, и глаза начнут светиться, и вселенная взорвется. Испугать может лишь игрока, который играет впервые. И сам представьте, как это неожиданно. А вот таким получилось видео. Да, но получилось очень даже коротким, но что поделать. Не люблю я слишком много воды. По идее, вместо этого ролика должен был уйти другой. Так как сценарий этого видео получался очень маленьким. Но ладно, хотя бы пару минут. Ставьте лайки, подписывайтесь и заходите на мой телекором канал. Не забывайте набирать на зарплаты лайков и делать следующее видео. А все, макишмиша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!